Вот старту отопительного сезона в Ярославле предшествовали масштабные ремонты на сетях, причем коммунальщики начали готовиться к проведению аналогичных работ уже в следующем году. Елена Златоустовская в этом убедилась сегодня. В большом городе большое количество сетей, только введение ярославских энергосистем без малого 400 километров тепловых коммуникаций. Хозяйство изношенное, поэтому ежегодно приходится проводить не только ремонт выявленных дефектов, нынче их было более 2000, но и капремонты. На сегодняшний день все дефекты устранены. Естественно, что они появляются вновь, но уже не в таком объеме, как это происходит в межотопительный период. Мы их оперативно устраняем. В этом году ударно поработали по капитальным ремонтам, как никогда. Сделали больше 9 километров сетей. Надеемся, что это нам позволит более безболезненно прожить отопительный сезон. Все эти усилия ремонтников, работа в любую погоду, в том числе и по выходным, позволили городским сетям быть готовыми к часу Х. И в Ярославле уже в конце сентября, когда среднесуточная температура была не выше плюс 5, начался пуск тепла. Как бы мы ни работали летом, как бы мы ни готовились, пуск, он всегда сопряжен с повышением температуры теплоносителя. И естественно, что есть пусковые дефекты, которые нам нужно очень оперативно устранять. В этом году мы также справились с задачей за неделю. И уже начинается большая работа по определению наиболее опасных с точки зрения возникновения дефектов участков. Верстается план капремонта сетей, а также разыгрываются конкурсы по проектированию объектов по программе «Безопасные и качественные дороги». И в будущем году именно сетевики первыми выйдут на эти участки, чтобы, когда подойдет срок, уже дорожники смогли начать свою работу. В этом году впервые использовали внутритрубную диагностику, что нам позволяет уже более точечно определять ремонты тепловых сетей больших диаметров. И я думаю, что мы на следующий год еще продолжим использовать внутритрубную диагностику. Это позволит минимизировать нарушение благоустройства города во время проведения раскопов. И это не единственная современная технология, которая используется для качественного и своевременного ремонта тепловых сетей в нашем городе. Елена Златоустовская, Максим Сушанов, Новости города.